Боже, милостью буди негрешному, создавай мне Господи, помилуй меня. Бесчиславясь и грешим Господи, прости меня грешного. Достойно есть, а то воистину Блажительства Богородица, блестноблаженно, пренепорощенний Матерь Бога нашего, честнейшую хирургину, славнейшую воистину Терапин, безысленнение Бога Слово, Рожящую и Сущую Богородицу, Слава Твое Силой и Святому Духу! И ныне, и пресно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, благослови. Воскресе измертвое Господи Иисусе, Христ, сердце Божий, молитва ради Пречистой Твоей Матери, силы счастновья, Житворящего Христа, ступих ангелов наших хранителей и всех ради святых помилуй, спаси нас. Ях во благо исти и человека люби. Аминь. Господи, милости, будь негрешным, создавленный Господи, помилуй меня. Бесчестное согрешим Господи, прости меня грешного и помилуй. Царь Небесный, Утешитель, Дух Истины, Вездесущий и весь мир наполняющий, Источник благ и податель жизни, приди, вселись в нас и очисти нас от всякой скверной и спаси благие души наши. Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святые посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, дай нам насиденье, прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть Царство и Сила и Слава веки. Аминь. Став после снам, преподаем к стопам Твоим благе и ангельскую песню, возглашаем Тебе сильный. Свят, свят, святый Божий, молитвами Богородицы, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, с постели от сна Ты поднял меня, Господи. Умной просвети сердце и открою стамы, чтобы воспевать Тебя, Святая Троица. Свят, свят, святый Божий, молитвами Богородицы, помилуй нас. И ныне, и всегда, и во веки веков, аминь. Внезапно придет Судья, и деяния каждого обнаружатся. Со страхом воскликнем в полночь. Свят, свят, святый Божий, молитвами Богородицы, помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда, и во веки веков, аминь. Встав после сна, благодарю Тебя, Святая Троица, что по великой Твоей милости и долготерпении Ты, Божий, не прогнелся на меня, ленивого и грешного, и не прекратил жизнь моей среди беззаконий моих, но оказал мне обычное этого человеколюбие и поднял меня спящего, чтобы принести Тебе утреннюю молитву и прославить могущество Твое. И ныне просвети мои мысли, чтобы мне поучаться слов Твоему, разумевать заповеди Твои, исполнять волю Твою. И открою уставы, чтобы прославлять Тебе в благодарном сердце, воспевать святейшее имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и всегда, и во веки веков, аминь. Придите, поклонимся Царю нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем ко Христу, Царю нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем к самому Христу, Царю Богу нашему. Солом 118 со 132 стиха. Солом 118. 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 Солом 129. Солом 118. Солом 118. Возьми крепко, несчастно, опустившуюся мою руку и выведи меня на путь спасения. О святой ангел Божий, хранитель и покровитель бедной моей души и тела, прости мне все, чем я оскорбил Тебе во все дни моей жизни, если я чем согрешил в прошедшую ночь. Защити меня в настоящий день и сохрани меня от всякого искушения вражеского, чтобы мне не прогневать Бога никаким грехом и молить за меня, как Господу, чтобы Он твердил меня в страхе своем и садил меня рабом, достойным своей милости. Аминь. Пресвятая Владычица Моя Богородица, святыми Твоими всесильными мольбами, отгоня от меня ничтожного, несчастного, раба Твоего, уныния, забвения, неразумия, нерадения, все скверные, лукавые, хульные помышления, от несчастного моего сердца, от помороченного моего. Погаси пламя страстей моих, ибо я нищи славы, избавь меня от многих губительных воспоминаний и намерений, и освободи от всякого злого воздействия, ибо Ты благословенна от всех родов, Твое пречестное имя славится во веки веков. Аминь. Молите Бога о нас, святые угодники Божии. Игнатий, Ольга, Анатолий, Андрей, Екатерина, Надежда, Сергий, Татьяна, Ямис. Ибо мы усердно к Вам прибегаем, как скорым помощником и молитвенником о душах наших. Богородица Дева, радуйся. Благодатная Мария, Господь с Тобой, благословенна Ты между женами, благословен плод чрева Твоего, ибо Ты родила Спасителя душ наших. Спаси, Господи, людей Твои, благослови принадлежащих Тебе, помогая православных христианам, побеждать врагов и сохраняя силой креста Твоего, церковь Твою. Спаси, Господи, помилуй от самого духовного Игнатия, батюшка и Акива, родителей, братьев, сестер, родственников, начальников, благодетелей, всех ближних моих и друзей, всех православных христиан. Подай им Твои земные небесные блага, не лиши их милости Твоих. Посети их, укрепи силы Твои, дар им здравия, спасение души, ибо Ты благ и любишь людей. Аминь. Упокой, Господи, души усопших рабов Твоих, родителей и родственников, благодетелей всех православных христиан. Прости им все грехи, вольные и невольные, дар им Царство Небесное. Со святыми и упокой, Христе, души рабов Твоих, православцев, отцов и братьев наших. Там, где нет ни болезней, ни печали, ни душевных страданий, но жизнь бесконечная. Воессия, достойно прославляй Тебя, как Богородицу, всегда блаженную и пренепорочную, Матерь Бога Нашего. Мы величаем Тебя, как истинную Богородицу, родившую без болезни, Бога Слово, достойную большей почести, чем Херувимы, несравненно славнейшей, нежели Серафимы. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда, и во веки веков, аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже наш, милостивый Небесный Отец, помилуй детей наших, за которых мы смиренно молим Тебя, и которых предаем на Твое попеченье и защиту. Вложи в них крепкую веру, научи их благоговеть пред Тобой, удостой их крепко любить Тебя, нашего Создателя и Спасителя. Направь их, Боже, на путь истины и добра, чтобы они все делали во славу Твоего имени. Научи их благочестиво и добродетельно жить, быть добрыми христианинами и полезными человеками. Дай им здравие, душевное и телесное, успех в трудах, избавь их от хитрых, кознях и дьявол, от многочисленных соблазнов, от скверных страстей. И от всяких нечестивых и беспорядочных людей ради Твоего Сына, Господа нашего Иисуса Христа. Помоли Твоего Прочистой Матери всех святых, приведи их в тихой пристани Твоего вечного Царства. Чтобы они вместе со всеми праведными всегда благодарили Тебя, с единородными Твоим Сыном, с Житворящим Твоим Духом. Аминь. Господи Божий наш, воззри на детей наших, не спошли на них духа премудрости, разума, благочестия, просвети их светом Твое благоразумие. Чтобы они скоро уразумели и усвоили изучаемые им предметы и употребили их на благо Твоей Церкви, на пользу ближним и во свое спасение. Потому что Ты источник премудрости. И Тебе славу возносим всегда, ныне и пресно и во веки веков. Аминь. Игнать Тихонович, молитесь. Спасибо, Господи. Самые благодетели митрополита Иллариона, епископы Тихий, Вениамина, Агапанда, Удиамида, Тихона, Антония, Священария Акима, Павла Геннадия, Сергия, Сергия Василия, Иоанна, Михаева, Галума, Кирилла, Амбросия, Вадима Зосимова, Андрея, Максима, Владимира, Неглеба, 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 Иоанна, Михаила, Андрея, Епископа Максима, Неглеба, Сергия, Кирилла, Венидикта, Французская, Капнирия, Александра, Диодорова, Кирилла, Ивест священнический, иночевский чин, и высший истин, служитель лекционеров, христианам, Язычникам, иудеям, мусульманам и буддийским, иная, дающим священникам, Господи. Смири власти войск твоих, наведи страх твои на них, и через них сотвори благое церкви твоей, не допусти покушения на них. Владимир, Дмитрий, Адамага, Рамзана, Петра, Александра, Назагена, Аманова, Султан, Дабы издавали мудрые законы, и позволили достойно жить людям, дабы было еще уделять не сдающимся. Слава тебе, Господи, за тихую и мирную ночь, что жизнь наших проблем и разум сохранил. Дай нам желание трудиться, обнаружить и умножить, дарованное тобою таланты. Для всего починок добрых помощников, наставников и советников. И даруй мир Израилю, Россию, Украине, Сирии, где война идет. И сохрани нас в этот день от всякого рода, два греха несчастного случая. Сохрани нас, десятиление наше от пожара, от сторон нечистой силы, живущих там. Андрея, Игоря, Игоря, Саратину, Владимиру, Дайну, Герну, Людмила, Любовь. Владимира Алексея Иосифа. Эх, Владимира. Хочи добрые жители, знающие, пусть там стоит. Любящие заповеди хранят. Спаси, помилуй, Катьяну, Наталью, Игоря, Марину, Никитовича, Дайфу, Диктора, Сергея, Севастьяна. Людмилу, Нину, Валентину, Горошенко, Деву, В общем, и Новые Души, повесьте. Сосея, помилуй, Валентину, Материну, Надевну, Евгению. Анастасия, Наталья, Михаила, Анину, Анна, Юрия, Арахиль, Ербур, Сергея, 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 Александра, Александр, Александр. И Шамиру найди, обрати, Господи, Екатерину, Екатерину, Галину. Их, как откомнились, кому возвестили слово истины Твоей. Возри на угрозы врагов, на их взгое намерения против нас. Умягчи их сердце и перемири с нами. И в суды день не помяни их безумия. Александра, Александра, Евгения, Сергея, Вик, 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 Господи, благослови наши благодетели. Базаин, Додро, Елену, Людмилу, Нианеву, Татьяну, Александру, Евгению, Наталью, Надежда, Евгения, Светлана, все помогавших нам об изданиях, Нитин, Твоей. Счети болящих, Господи, дай силу перевести страдания. И пошли мы с целью. Благодарю тебя, Господи, и по друзей, и за врагов, и за здоровье, и за болезнь, и за болезнь, и за все остальные благодетели. Он, в свое время, по своему благоволению, может оказать себя во благо нам. И эти помогавших нам Татьяну, Тамару, благословивающуюся, Лидию, Стефанову. Здравствуйте. Избави от пьянца Павла, Михаила, Андрея, Владимира, Александра, Игорева, все наше родственное, Евдокии, Валентина, Ирина, Татьяну, Маршу, Нину, Ольгу, Ирина, Мария, Татьяну. Путешествующих, Раиса, Льва, Витера, Виталия. Найди новые души, Господи, помилуй нас. Это сокровища в интернете, и книги 10 пути сохрани. И через них найди новые души, и трудящихся, Богосподи Игорь, 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 Игорь. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Игорь, Господи, Иисусе Христе, Ты не Божий, помилуй нас. Господи, Иисусе Христе, Ты не Божий, помилуй меня грешник. Слава тебе, Господи, Бог Егова, Абва, Отче, свят, свят, свят Господь, Саваук, вся земля полна слава Его, Аллилуйя. Слава, Высший Бог, у на земле мир в человеках благоволений. Благодарю Тебя, Господи, за тот день, как вы дал мне веру в Тебя, страх перед Тобой и ожидание суда Божьего. Благодарю Тебя, Господи, Божий мой, за день, который дал мне святую Библию, указал на толкование святых отцов, на канону, в Церкви, как на Иисусе, Аллилуйя. Вознай, Господи, билости всем, и отошедшему к жизни всей, придившись в моей душу и возрастанию в Тебе, Марию, Степану, Александру, Михаилу и Анну. Пресвятая Госпожа Богородица, Крисна Дева Мария, Матерь Христа Бога нашего, спаси нас молитвами Своими. Воздай добром помогавшим нам в предпешествии. Павла, Динаида, Владимира, Семейства. Павла, Динаида, Владимира, Семейства. Семейство нас сделает полезным и безопасным, и защитили его от добро или добрых людей, и всю жизнь нас благословил, братья наши. Аллилуйя. Ангел мой, не покинь смерть, ты сейчас, прошу тебя, буду душа раздущаться будет спела Провели ее по мутарству, на веки в виде вечного царства, Христа Бога нашего, Аллилуйя Иоанн Креститель, Престящий Христов, моли Бога о нас Мужчина, Господи, житель в бредности, имея пропитание, одежда, быть благочестивым и довольным Никогда не роптать, никому не завидовать, быть во всем экономным и благодарным тебе И каждому дару и жилье Сергею Гавриеву, Аллилуйя И тут, если вы сказали, Холан Мердекейский, чудотворность Добрый паспорт, моли Бога о нас, молите Бога о нас, и те, что Роди Божия Илья Елисея, Моисей, Самуил, Аарон, Ио, Аген, Ной, Иосиф, Патриархи Дедра, Невемя, Амос, Наум, Исаия, Еремия, Вару, Казахи, Иосия и Аиль Агей, Сафония, Захария, Малахи, Давид, Нафан, Данилотов, Патриархи, Патриархи, Молите Бога о нас, да исполнит Господь Духом в пророческом сердце Свою, чтобы день приходят у нашего отшельства не достанут и готовыми, но чтобы вы еще на встречу Тебе, Господи, с горящими светильниками истинной веры и сосудами полными и лея добрых дел, с одеянной любви святом с любовью, а любви. Молите Бога о нас. Святые мученицы и мученицы. Игнатий, Богоносец, Поликар, Смельский, Усим, Философ. Касмая, Дамиан, Андрей, Георгий, Мучениц, Примент, Амфирский, 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 Амфирийский, Георгий, Победоносец, Пантелеина, Сто на святых мученицах, Сар Николаевский, Старское свидетельство, Владимир, Дениамин, Иосиф, Борис и Греб. Молите Бога о нас. Да укрепит Господь народ свой, дабы никто не принял насчет таяния зверя Амфири. Амфирьему, Дениамину, дай веру в старшие родители за Вожжие наступать. Молите Бога о нас, Святее Василию Великой Григорию, Богослов и Англа Таупсика. Афанасий Великой Ефрем Селин, Антоний, Макарий, Макарий, Антоний, Феодосий, Парнир, Ио, Сергий, Радонский, Степан, Пермский, Серафим, Тароцкий, Ян Тароцкий, Ян Тароцкий, Ян Тароцкий, Ян Тароцкий, Ян Шалхайский, Кирилл и Мефодий, Иннокентий, Николай, Макарий, Алтайский, Человек и все перевозчики Священного Писания. Молите Бога о нас, Засохранительный Господь в Святой Православной Вере, а замысел реки Бог разруши, развеи, и ничто преврати. Аллилуйя! Молите Бога о нас, Святые Жены и Девы, Чехова первомущина Сапатина, Семерина Федоровна, Девера, Надежда, Любовь, Наталья, Адриан, Варвара, Екатерина, Татьяна Ирина, Ольга, Елена, Мария Монтолейна, Мария Египетская, Приспела в жарке, Андроник и Юния, Цеприяна Устин, Да дарует Господь Женному Деву послушание и молчание, целомудрие и стыдливость. И сохрани, Господи, от всяческого поругания. И нас помилуй, милости Твоей ради. Аллилуйя! Посвяти Руси, Господи, погаси гнев Его и раздражительность и неверие. И не дай погибнуть мне, Господи. Благослови всех вновь пришедших в познание истины. Укрепи их, приведи их к истинному крещению с прекрасным полным погружением в воду. Благослови их и найди новые души. И защити, Господи, нас здесь, вселение наше, нуждающееся в этом. От пожара воров, нечистой силы, и добра окружает со всех сторон и будь. Обрати Тимофея, Тимофея, Маттина, Германа, Александра, Леонтия, Симона. Этого Алексея, приведи к покаянию. И дай ему обманутому погибнуть Господи, слава за все. прими нашу молитву во изъяние рук, как жертву вечернюю, благоухание приятное перед Свистовом, благодать Твоего, и соедини молитву нашу с молитвами всех святых, молящих Тебе на небе и на земле. Господи, Господи Боже, услыши и исполни молитву всех, молящихся о нас во блаженство, любящий наш Отец Небесный, во имя Иисуса Христа просим, прими нашу молитву о всех, заповедавших нам молиться о них. Спаси их, Господи, и помилуй! Аллилуйя! Говори, Господи, молоды, слушай и дослышай, Рад Будь! Аминь! Господи, Владыка живота моего, Дух праздности, уныния, любоначаля, празднословия, стребролюбия, не дашь мне. Душа целомудрия, миренно мудрия, терпение и любви, дары мне рабу Твоему. Ей, Господи, Цари, дару мне вредить в маяк прегрешение, нежели осознать и брата моего, как благословенности во веки веков. Аминь! И уменьши себя самоксима, Господи! Боже, очисти меня грешного и помилуй меня! Боже, будь милостив ко мне грешной! Прости, Бог, согрешение, тайное и явное! Умей в помышлении, поменьши во всей жизни моей, ибо Ты благость, человек, аллилуйя! Благодарю Тебя, Господи, за прошедшую ночь! От какой беды Ты избавил! Сколько вещи откроются! Благодарю за ангела-хранителя, который спать дал Судра! Слава Тебе! Слава Тебе! Благодарю Тебя, Господи! И изреченная Твоя милость и щедрость! Слава Тебе! Слава Тебе! Слава Тебе! Слава Тебе! Аминь! Доброе утро всем! Доброе утро! Доброе утро! Слава Тебе Божьему! Доброе утро! Ну что, Сергей, мы там покаяние хотели пройти? Сейчас откроется! О покаянии! О покаянии! Настало время собирать камни! Иксиас 3.5 Время покаяния за разрушение, за убийство, за вселенскую ложь! Время покаяния! О покаянии говорят и пишут, и ставят кинокартины. Но если эти разговоры не приводят к Богу, то для чего и разговоры эти? Каяться нужно в первую очередь перед Богом, что забыли Бога, а отреклись ходить по Его святым заповедям, что избрали лживых учителей, ласкающих слух. Тех учителей, мучителей нет уже, их лозунги сотлели, построенные ими капища рухнули, ложь обнаружилась и обнажилась пустота. Воистину, если вырвать из сознания людей Евангелие, то на месте его будет зиять смертельная рана, которую не прикроешь никакими энциклопедиями трудов материалистов. В чем же нужно каяться и перед кем? Как понимать слово покаяния, чтобы правильно совершить его, очиститься, успокоить совесть, начать жить новой жизнью? Слово покаяния приводит человека к Богу, как блудного сына в дом Отца. Напротив покаяния всегда стоит обвинение другого, самооправдание. Если нет правильного божественного покаяния, тогда семь злейших демонов заполняют все существо, страну и землю своим, в кавычках, товаром, обвинением царя, церкви, священства, родителей, начальства, друг друга. Эта трагедия произошла не только с Россией, это было уже в раю. К согрешившему Адаму в раю приходит Бог, ожидая покаяния нашего правоца. Согрешивший Адам сокрылся между деревьями рая, за теориями дарвинизма, за софизмами. Бог задает согрешившему вопрос, где ты? То есть, куда ты скрылся от лица моего? И на этом первом допросе род человеческий дает ответ, каким потом семь с половиной тысяч лет пользовались и будут еще пользоваться все потомки, самооправдывающиеся себя. Самооправдание тут же влечет и обвинение другого в своем грехе. Жена, которую ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел. Виновата жена. А если смотреть в корень, говорит Адам, то виноват ты создатель этой спутницы. Первый урок окончен, допрошена Ева. Она ни слова не говорит о горе, сотворенном Ею, но винит во всем демона. Свидетели не вызываются и виновные от своих трактовок преступления не отказываются. Пять тысяч пятьсот восемь лет от Адама до Рождества Христова звучали призывы к покаянию, к покаянию перед Богом. Итак, покайтесь всем пред Господом Богом отцов ваших и исполните волю Его. И отлучите себя от народов земли и от жен иноплеменных. 1 Езра 10.11 В полный голос призыв к покаянию зазвучал из уст Иоанна Крестителя. Покайтесь. Ибо приблизилось Царство Небесное. Матфея 3.2 Без признания своей вины человек не может и покаяться. Чтобы человек понял, кто он, в чем виновен и в чем ему нужно каяться, нужна проповедь. Разъяснение уснувшей совести людей того, кем они могли быть и должны, и кем стали. Человек творение Божие и живет не сам по себе, что хочу, то и творю. Но жизнь дана от Творца, который и спросит за все. За каждое в жизни мгновение, за каждый потерянный час, за мысли, слова и движения, ответа потребует с нас. Христос не раз говорил, что Он пришел спасти, призвать к покаянию не праведников, но грешников. Лука 5.32 «И апостолы пошли в мир, возвещая покаяние перед Богом». Книга Деяний, 20 глава, 21 стих. Рецепт остался тот же самый и для нас. Что же нам делать ныне, впадшим в глубину бед и пороков, преступности и развала, крушения надежд и полыхающей злобы? «Покайтесь и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов и получите дар Святого Духа». Книга Деяний, 2 глава, 38 стих. Необходимо искренне покаяться и сделать поворот, поворотиться, обратиться от злых дел к делам, достойным покаяния. «Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела. А если не так, скоро приду к тебе, сдвину светильник твой вместо его, если не покаешься». Книга Откровений, 2 глава, 5 стих. «Что мыслили святые отцы Православной Церкви о покаянии?» «Начало покаяния – осуждение грехов. Осуди и ты свои грехи, и этого достаточно для Господа, к твоему оправданию, потому что осудивший свои грехи, не так скоро решится опять впасть в них. Ты согрешил? Войди в церковь, покайся. Здесь врачебница, а не судилище. Здесь не истизуют, но дают прощение грехов. Бог никогда не отвергает искреннего раскаяния, но хотя бы кто дошел до самой крайней порочности, а потом решился бы возвратиться опять оттуда на путь добродетели, чтобы привести все в прежнее состояние, потому что покаяние оценится не по продолжению времени, но по душевному расположению. Так для неневитян не было нужды во многих днях, чтобы заглаять грех свой. Но краткого дневного строка было достаточно для заглаживания беззакония их. И разбойник не в течение долгого времени достиг входа в рай, но во столько времени смыв все грехи своей жизни, сколько употребляется на его произнесение одного слова, получил еще прежде апостолов награду православия. Бог показал, как он прощает грехи. Согрешили некогда неневитяне и сделали то же, что и вы теперь делаете. Но посмотрим, что же спасло неневитян. На язвы свои они возложили пост, и строгий пост, лежание на земле, и одежда из вретища, пепел и слезы, и вместе с этим переменили и образ жизни. Посмотрим же, какое из перечисленных лекарств уврачевало их. Что же это за лекарство? И увидел Бог дела их, что они обратились от злого пути своего, и пожалел Бога о бедствии, о котором сказал, что наведет на них, и не навел. Не сказал, видел пост, вретище, пепел. Я говорю это не с тем, чтобы отвергать пост, нет, а для того, чтобы убедить вас сделать то, что лучше поста, воздерживаться от всякого зла. Свидетель Геанн Златоуст. И блудница, приступившая ко Христу, в краткое мгновение время смыла с себя весь позор, и когда иудеи негодовали, что Христос допустил ее к себе и дозволил ей такую смелость, то Он заградил им уста, и ее отпустил, простив ей все грехи и приняв ее усердие. Почему так? Потому что она приступила с теплым расположением, с пламенную душой и горячей верою, и коснулась святых и священных ног его, распустив волосы, проливая из очей потоки слез, и возливая миром. На это, на покаяние, не нужно много дней и годов, а нужно только благорасположение. И все исполнится в один день. Отстань от зла, полюби, добродетель, прекрати порочную жизнь, обещай больше не поступать так. Этого достаточно будет для твоего оправдания. Я свидетельствую и уверяю, что если каждый из нас, грешников, отстав от прежних грехов, даст искренний обет Богу не повторять их, то Бог ничего больше не требует для оправдания. Согрешил ты? Войди в церковь и загладь свой грех, поплачь о грехе своем. Если плач Петра загладил свой великий грех, отречение от Христа, то как тебе не загладить греха, если будешь плакать? Отречься от своего Господа было преступление немалое, но великое и весьма важное, и однако же слезы загладили грех. Плачь и ты о грехе своем, человек, любивый Господь, от тебя хочет не больше труда, а Сам даст великое, от тебя ожидает повода, чтобы дать тебе сокровище спасения. Предложи слезы, а Он даст тебе прощение. Принеси покаяние, а Он дарует тебе отпущение грехов. Как всеведущий Бог и без покаяния нашего еще прежде сотворения начальных пылинок Вселенной знал о каждой нашей мысли, слове и деле. Если у людей вслед за признанием вины часто следует и наказание, то у Бога следует полное прощение. Ты всех милуешь, потому что все можешь, и покрываешь грехи людей ради покаяния. Премудрость 11.24 И как далеко бы и как бы далеко человек не ушел по тропе заблуждений, он всегда дает место и время покаяния в грехах. Премудрость 12.10.19 Покаяние удобно в любое время, но наиболее удобно есть то, когда слышишь, читаешь эти слова, когда Бог касается твоего сердца. Ныне, когда услышите голос Божий, не ожесточите сердец ваших. Евреям 3.7-8 стих Есть люди, сожженные в совести своей. Они услышат и не поймут, не поверят, ибо совесть есть тот участок души, через который слышится голос Божий. За грехи народа Бог всегда, любя, наказывал тех, кто предустотелен был к жизни вечной. И сколько претерпел наш русский народ за последние 77 лет, и при всем том народ не покаялся. Сирахов 48.16 Возгнушались законом моим, не уразумели его, но презрели, когда еще имели свободу, и когда еще отверстно было им место для покаяния. Третья книга Ездры 9.11 Посему пока еще отверстно, дверь покаяния, пока еще есть время, пока живы, поспешим, обратимся, покаемся за грехи свои, за грех цароубийства, чтобы загладить грехи. Итак, покайтесь, и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши. Деяние 3.19 Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем всюду покаяться. Пока не пришла мысль, пока не заключены двери, неотнята возможности войти, пока ты не напал на, пока не напал на вселенную ужас, пока не померк свет, проси, грешник, милосердие у Господа. Если ты грешник, будешь плакать и сокрушаться о своих грехах и с верой в молять Господа, Он оставит тебя беззаконие твои и зальются на тебя щедроты его, потому что жаждет и желает Он твоего обращения. Слушайте и содрогнитесь, хотя море благости исполнено щедрот, но если человек не принесет покаяние, он не получит милости в день сюда. Все рожденные могут достичь покаяния, поэтому, кто не может раскаиваться, тому лучше было бы не родиться. О, как велика сила покаяния! Оно умилостивляет Бога, уже изрекшего приговор, преподобный Ефрем Сирин. «Приносящие истинное покаяние не занимаются уже осуждением близких, они занимаются оплакиванием своих грехов. Кто оправдывает себя, тот отчуждает себя от покаяния. Кто осуждает грешников, тот изгоняет из себя покаяние. Ава Исаия». Покаяние рождается от веры и правильного воздоятеля и возбуждается страхом неминуемого суда Божия и заслуженных мук. Грешник ужасается, страшная участь и уготованная нераскаянным, и решается обратиться от области сатанинской к Богу, Отцу своему Исааксию. Кто льстится грешающему, обласкивает его, тот только более располагает его ко греху и не подавляет преступления. питает их. Кто строгими советами обличает и вместе наставляет брата, тот содействует его спасению. «Кого я люблю, говорит Господь, тех обличаю и наказываю». Откровение 3.19. Так надлежит и священнику Божию не обманывать льстивыми утешениями, но промышлять о спасительных лекарствах. Не искусен тот врач, который слегка только ощупывает рану, сохраняя заключенный внутри, в глубине яд. Он только увеличивает его силу. «Надо вскрыть рану, рассечь и, очистив от гноя, приложить к ней сильнейший пластырь. Пусть больной плачет, пусть кричит, пусть жалуется на нестерпимую боль. Он будет благодарен потом, когда почувствует себя здоровым». Киприан Карфагенский «Никогда Бог не отвергает истинного раскаяния, но даже если бы кто дошел до самой крайней порочности, а потом решил опять возвратиться на путь добродетели, и того он принимает, и приближает к себе, и дает все, чтобы привести его в прежнее и даже лучшее состояние. Сатана извратил естественный порядок, греху он дал дерзость, а покаянию стыд. Нет такого греха, который не изглаждался бы покаянием, пока ты еще дышишь. Даже в последний день на самой постели, даже при последнем издыхании, оставляя поприще этой жизни, и тогда покайся». Через грех дьявол не сводит нас в гиену, через покаяние Христос вводит нас в Царство Небесное. Блудный Сын представляет собой образ падших после крещения. Мы искуплены дорогоценную кровью. О чудо! Судья Христос ведется на суд за осужденных. Покаяние имеет силу только на земле. Покаяние отверзает человеку небо, вводит в рай, побеждает дьявола. Грешен ты, не отчаивайся. Каждый день согрешаешь, каждый день приноси покаяние. «Я всю жизнь провел во грехе. Если покаясь, буду ли спасен?» «Конечно». Откуда это видно? От человеколюбия Господа Твоего. Представь себе искру, упавшую в море, может ли она сохраниться или оттуда вновь появиться? Что искра в отношении к морю, то и порог в отношении к человеколюбию Божию. Да еще и не то же, а гораздо менее. Я златоуст. Истинное покаяние состоит в следующем. Мы должны оставить прежние грехи и ими как мерзностью гнушаться. Об этих грехах сожалеть, просить милости у Бога и исповедоваться духовнику и всячески беречься других грехов. Прощать близнему согрешения, чтобы нам самим Бог оставил их. Проявлять любовь и милость ко всем, чтобы самим получить милость. Блаженны милостивы, ибо они помилованы будут. Смирять себя, ибо смиряющий себя вознесется. Никого не осуждать, ни на кого не клеветать. Молиться Богу всегда, чтобы не впасть в искушение. Покаяние невозможно без искоренения самолюбия. От истинного богопознания происходит истинное покаяние. Кающийся должен исповедовать все грехи подобно, подробно и по одному. Исповедание должно быть смиренным, благоговейным и истинным, с обвинением себя самого, а не другого. Кающийся должен иметь непременное намерение не возвращаться к тем грехам, которые исповедовал. И исправить свою жизнь. После исповеди пусть исполнит эпитемию, назначенную от духовника за грехи. Печать этой тайны духовник должен в себе хранить грехи, услышанные на исповеди, и не открывать их никому, ни в коих случаях. Тихон Задонский А то, что пользы, а то, что пользы, если без чувств, со скукой или рассеянностью будем стоять на службу, досадуя, что долго тянутся, время свободное от службы будем проводить в полусне и бездействие, затем холодно проговорим на духу грешен, про грехи, о которых спросят, не имея помышления о том, что главной нашей целью должно быть совершенное исправление жизни, что пользы. Это значило бы исполнить обычаи говения, а не говеть во спасение. Ферфан Затворник Оттого окончательно гибнут христиане вечной смертью, что во время земной жизни занимаются одним нарушением обетов крещения, оттого, что не удостаивают ни малейшим вниманием Слово Божие, возвещающее им о покаянии. Покаяние должно сопутствовать вере во Христа, предшествовать крещению во Христа, а после крещения оно исправляет нарушение обязанностей уверовавшего во Христа и крестившегося во Христа. «Воспоминание о смерти – дар Божий, говорят отцы. Страшно не признать себя грешником, от не признающего себя грешником отрекается Иисус. Ибо я пришел призвать неправедников, говорит он, но грешников к покаянию». Матфея 9.13 «Дело покаяния совершается посредством следующих трех добродетелей – очищение полныслов, непрестанные молитвы и терпение встречающихся скорбей. Покаяние возможно только при точном, хотя бы и простом знании православной веры христианской. Господь призывает человека к покаянию и спасению до последней минуты его жизни. В эту последнюю минуту еще отверсты, двери милосердия Божия всякому стучащему в них. Только один из грехов – самоубийство – не подлежит врачеванию покаянию. Тщетный, бесплодный, часто вредны для души самые возвышенные подвиги, когда они не растеряны чувством покаяния. Я усвоился Богу святым крещением. На таинстве крещения зиждется царство покаяния. Покаянием возвращается усвоение Богу. Только при посредстве покаяния можно принять Евангелие, усвоиться Евангелию». Игнатий Бринчанин. «Кто бежал из темницы, тот не пожелает видеть ее в другой раз. Кто избавился из плена, тот молится, чтобы никогда не попадать в плен. Покаяние состоит в том, чтобы не возвращаться к прежним грехам. Ефрем Сирин. Покаяние состоит в том, чтобы уже не делать впредь того же, а кто принимается за прежние дела худые, тот по пословице «бьет шерсть над огнем и черпает в воду решетом». Иоанн Златоуст. «Если избег же скверн мира через познание Господа нашего Иисуса Христа опять запутываются в них и побеждаются ими, то последнее бывает для таковых хуже первого. Лучше бы им не познать пути правды, нежели познавшие возвратиться назад от преданной им святой заповеди. Но с ними случается по верной пословице «Пес возвращается на свою блевотину и вымытая свинья идет валяться в грязи». 2 Петра 2.20 Многие после покаяния возвращаются к своим прежним беззаконием с такой надеждой. Согрешил и покаялся, еще согрешу и еще покаюсь, ибо говорится, сколько раз падешь, столько раз станешь и спасешься. «О ложная надежда, о туманное упование, основанное не на твердом камне, но на песке, не тебе, не тебе, врачующемуся к прежнему злодеянию, возвращающемуся к прежнему злодеянию, добровольной наручнице, и наручита, не тебе служит это речение, сколько раз падешь, столько раз станешь и спасешься, но тем, которые случайно впадают в какой-либо грех, а не по нарочитому изволению и намерению. Тебе не нужно слышать громогласного церковного, тебе же нужно слышать громогласного церковного учителя, святителя Иоанна Златоустова, пьющего так. Не достоин прощения тот, кто по причащении снова согрешит, и не достоин здоровья тот, кто по исцелении снова сам себе причиняет рану. Не достоин очищения тот, кто по очищении снова оскверняет себя. Дмитрий Ростовский. Кто обращается от праведности ко греху, Господь уготовит того на меч. Сирахов 26, 26. Кто приносит покаяние, тот не только должен омывать грех свой слезами, но покрывать прежние прегрешения лучшими делами, чтобы ему не вменился грех, амбросий медиаланский. Ты приносишь покаяние в блуде, берегись смеха, шуток, сквернословия, чревоугодия. Это пути к блуду. Приносишь покаяние в лукавстве, избегая раздражительности, ненависти, зависти, противоречия, робости и всякой низости. Приносишь покаяние в том, что поссорился. Приучи язык твой отвечать кротко. Приносишь покаяние в безрассудстве. Но не только уклоняясь от зрелищ, но и во всяком месте удаляет себя смех и всякую мирскую забаву. Ибо подобные этому вещи принуждают возвращаться к прежнему. Если видишь кающегося и снова согрешающего, значит он не изменился. Признак приносящего твердо покаяния образ жизни, собранный и суровый. Отсутствие превозношения, а также очи и ум, всегда устремленные к вожделенному Иисусу Христу и желанием по благодатности Христовой стать новым человеком. Ефрем Сирин. Доказательством, что они, грехи, прощены нам, служит то, если из наших сердец истреблено и расположение к ним. Иоанн Кассиан. И ныне еще говорит Господь, обратитесь ко мне всем сердцем своим в посте, в плаще и рыдании, раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши. И обратитесь к Господу Богу вашему, ибо он благ и миросерд, долго терпелив и много милостив, и сожалеет о бедствии. Яиль 2.12. Помышления свои открывай, помышления свои открывай не всем, но только тем, которые могут спасти душу твою. Антоний Великий. Не открывай совести твоей тому, к кому не расположено сердце твое. Пимен Великий. Пимен Великий. Сирин. Давайте сегодня закончим, Владимир Тихонович, завтра продолжим. Раздели их, а то не найдёшь. Хорошо. Это большой материал. Это все взято из нашей книги Кристос Новославию. Вот чтобы взять выражение одно и премостичное, это шесть томов надо платить. А тут в готовом видео. Выпиши себе, запомни. Все, тогда прощаемся. Все, с Богом. Слава Христу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!